Добрый день, уважаемые коллеги! Московское время 17.00 и мы начинаем очередной вебинар для преподавателей школ ОРД. Это уже третий вебинар в этом году и тема, которую мы сегодня затронем, я думаю, что она, если не актуальна уже сейчас, то скоро будет актуальна во всех школах ОРД. Мы будем говорить о мейкерстве и о том, как в пространстве школы, в школьный учебный план и во внеклассных мероприятиях включить работу в школьном фаблабе. Сегодня нашими лекторами станут два достаточно интересных и разносторонних преподавателя, потому что первый из них — это Илья Спивак, руководитель отдела IT, но работающий в Москве в Московском ОРД. Но он также является преподавателем курсов СИСКО и также организует работу в школе 1540 Московской. Второй наш докладчик — это Вениамин Вадапьян, менеджер проектов Облаб в еврейском центре ИСОТ города Санкт-Петербург. И я передаю слово Вениамину, который продолжит рассказ. Пожалуйста. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Вениамин Вадапьян, и я сотрудник ОРД Санкт-Петербург. И, как было сказано ранее, также я менеджер проекта ОРД Фаблаб в еврейском семейном общинном доме Санкт-Петербурга. Сегодня я бы хотел уделить внимание нашему проекту, рассказать о нашем мейкерском курсе, называющемся «Инженерное творчество», который основан на программировании микроконтроллеров и компьютерном моделировании, то есть 3D-графике и инженерной деятельности. Итак, в нашей истории мы столкнулись с двумя проблемами. Первая проблема — это взаимодействие еврейского образования и современного рынка труда. В Санкт-Петербурге есть пять еврейских школ, да, ни для кого это не секрет. Как многие из вас наверняка знают, обращали, может быть, внимание, по большей части еврейское образование — это хорошая гимнастика для ума. Безусловно, изучение Торы, Еврита и традиции — это незаменимая часть еврейского образования. Замечательный инструмент развития как личности, так и ума. Но, к сожалению, эти занятия не делают будущих выпускников еврейских школ востребованными на современном рынке труда, ни как в Санкт-Петербурге, ни в России в целом. Да, если, конечно, человек не собирается установить Саравина. Как сотрудники ОРТа мы находимся в тесном контакте с директорами еврейских школ, от которых в первую очередь и поступил запрос на подготовку учеников к современным требованиям рынка труда. И в дополнение, естественно, повышению статуса своих школ. Опираясь на серьезное и безумно интересное исследование рынка труда за авторством Отера, Леви и Марнона, может быть, вы слышали, я бы перевел его как «Навыки в современном технологическом подходе». Замечательная работа. Если кого-то заинтересует, я с удовольствием поделюсь. Я, к сожалению, не видел ее на русском языке. Но, тем не менее, там огромное количество сводных таблиц, которые позволяют понять, о чем же эта работа. Я скажу совершенно кратко об этом. Очевидно из этой работы, что аналитические креативные навыки наиболее востребованы на современном рынке труда, а вся рутинная деятельность заменяется автоматикой. Так что мы начали с двух идей, собственно, в нашей работе. Первое – это создать комьюнити-мейкеров на базе нашего технологического творческого пространства для развития креативности и навыков работы в группе. А также предоставить возможность ученикам практического использования своих навыков, своих новых умений. По нашим оценкам, целевой аудиторией является максимально широкая группа лиц в возрасте от 10 до 60 лет. И вторая наша идея – это создать аналог цифрового ПТУ в стенах еврейских школ, чтобы готовить конкурентоспособных специалистов с учетом требований современного рынка. То есть, таким образом, мы возвращаемся к ключевой идее ОРТ в современном виде. Ну и вторая проблема, да, я говорил, что у нас их, в общем-то, две – это вовлечение еврейской молодежи в жизнь общины. Чтобы побудить, пробудить, наверное, даже лучше, чтобы пробудить креативность, научить командной работе, вовлечь учеников в жизнь еврейской общины и показать им, что они могут менять жизнь как общины, в целом, так и конкретно взятых людей, мы планируем провести мейкатон, который называется «ТОМ Тикунелам Мейкерс» в 2020 году, где в течение 72 часов, несомненно, до этого ребята будут готовиться, да, но на этом мейкатоне в течение 72 часов команды будут решать проблемы, ежедневные проблемы пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Немножечко стоит уделить внимание тому, что же такое ТОМ, да, ТОМ – это всемирное движение команд, создающих, распространяющих доступные решения ежедневных проблем инвалидов и пенсионеров. Так, собственно говоря, они говорят о себе сами, да, на своем сайте и во всех брошюрах. Следовательно, мы думаем, что опыт участия и проведения мероприятий такого рода даст незаменимый опыт практического использования технологических навыков и, несомненно, вовлечет всех участников в жизнь общины. То есть даже если они до этого совершенно не интересовались в жизни общины, да, это как вот лично на меня, когда я побывал на подобном мероприятии в Тишиневе, в Молдавии, на меня это производило невероятное впечатление, и, собственно говоря, я влюбился вообще в эту идею и с головой погрузился в проект ТОМ. Следовательно, мы уже на финишной прямой, да, у нас уже есть все необходимые лицензии, большое количество наработок, вот, поэтому я надеюсь, что в 2020 году мы сможем воплотить наше мероприятие, такой Майкотон в жизнь. Итак, будем двигаться немножечко дальше, хотелось бы немного рассказать о наших основных направлениях. Мы учим наших учеников, наших студентов технологическому подходу, инженерному дизайну и основам дизайн-анализа. Для себя мы выбрали три основных направления, да, по которым мы движемся. Это сетевая академия ЦСК, о ней, я думаю, что Илья расскажет намного больше и интереснее, чем я. Следующее направление – это программирование микроэлектроники, и третье – это 3D-графика и компьютерное моделирование. Хотелось бы обратить ваше внимание на, что же такое наш проект Санкт-Петербургского орта FabLab. Уже второй год данный проект существует в стенах здания Еврейского общинного дома. Мы действуем в рамках пилотной программы и вносим изменения в нашу программу обучения как создатели ситкома, то есть в режиме онлайн. Мы постоянно слушаем фидбэк, слушаем отзывы наших студентов и стараемся изменять, то есть если ребятам не интересен наш сценарий, да, мы немножечко его меняем, если непонятно что-то, да, то есть если что-то стоит доработать. Но при этом основное направление, да, у нас остается неизменно, то есть мы решили, что мы идем, вот выбрали наш путь, да, мы просто меняем немножечко сюжет, вот. Думаю, самым правильным, да, на данный момент будет показать наш класс вживую, сейчас там, скорее всего, проходят занятия, поэтому я постараюсь максимально быстро пройтись по ключевым моментам, и мы вернемся с вами в эту аудиторию. Я, с вашего позволения, пройдусь до соседней аудитории и покажу. Можно было бесконечно показывать огромное количество фотографий, но я думаю, что самым лучшим примером будет показать вам именно класс. Я переключу камеру, с вашего позволения. Собственно, сейчас в нашей аудитории проходят занятия, вот самых младших, это детский сад, который находится при здании Исода, вот, и вы можете наблюдать в этой части нашего класса, да, все наше самое ценное и самое дорогое. То есть 3D-принтеры, лотер, еще один 3D-принтер. Собственно, так выглядят у нас рабочие места. Стоит заметить, что мебель тоже сделана на лазерном станке. Вот. Естественно, у нас огромное количество всевозможных материалов, да, с которыми мы работаем на 3D-принтере, и очень-очень много всевозможных микроконтроллеров. То есть в нашей работе мы в первую очередь используем микроконтроллеры Microbit и микроконтроллеры Arduino. Мои ребята постоянно придумывают всевозможные изделия, да, которые помогают нам доносить до детей нашу программу. Вот, например, вот это вот устройство, оно еще в процессе сборки. Это будет взлетная площадка для нашей летающей тарелки. Вот. На меня начинают уже немножечко косо смотреть преподаватели, вот, потому что я все-таки достаточно громко разговариваю, и мешаю им, поэтому я сейчас вернусь в аудиторию, и мы продолжим. Переключу камеру. Дайте мне буквально две секундочки, я вернусь. Итак, как я уже сказал, в нашей аудитории всего, нет, наверное, этого я не сказал, в нашей аудитории 10 рабочих мест, вот, потому что наш кабинет всего 60 квадратных метров, но поскольку мы подразумеваем наше обучение в группах, то есть такая работа в командах, то наш класс абсолютно спокойно вмещает порядка 20 учеников. Стоит заметить, что почти все наши преподаватели – это бывшие выпускники школы ОРД Санкт-Петербург, поэтому они точно понимают, что и для чего мы здесь делаем, для чего, в принципе, работает наш проект, и что же мы хотим в итоге, чего же мы хотим в итоге добиться. Стоит немножко сказать про наше оборудование. Выбор нашего оборудования обусловлен соотношением цена-качество и производительность. Цена принтеров, честно признаться, с трудом перевалила за 200 долларов, так что ломать, модифицировать, быстро чинить – это то, чем мы занимаемся с детьми. Дети занимаются этим с удовольствием, по большей части им, конечно, интересно ломать, но, тем не менее, некоторые участвуют именно и в процессе ремонта. По моим подсчетам и по опыту прошлого года стало понятно, что одного принтера на два рабочих места – это более чем достаточно. Конечно, в идеале оснастить каждое рабочее место 3D-принтером, но если создаются условия, в которых нет большого бюджета, то, в принципе, и один принтер на два рабочих места – это более чем достаточно. Перейду, наверное, к нашим ученикам. В среднем нас посещает по две группы учеников из каждой еврейской школы Санкт-Петербурга, как я говорил ранее, у нас их 5, что приблизительно равно 120 уникальным посетителям в возрасте от… то есть мы строим две разных возрастных группы – от 7 до 10 лет и от 11 до 15 лет. Также нас посещают дети из нееврейской школы и простые посетители общинного дома. Общая статистика прошлого года показала более пяти сотен уникальных посетителей, уникальных учеников, студентов по всевозможным нашим направлениям и мастер-классам. Разработка учебной программы идет целый год и не прекращается и по сей день. Теперь давайте немножечко уделю внимание нашей программе. Итак, у нас есть курсы, как я говорил ранее. Для себя мы сформулировали финал каждого направления и придумали итоговые задания, которые мы называем проекты. Каждый наш курс объединяет задания, мы их называем кейсами, с общим сценарием. Кейсы от одного к другому постепенно усложняются, но имеют четко выстроенную структуру. Выполнение кейса занимает от одного до трех занятий средней продолжительностью приблизительно 60 минут. Они с легкостью могут быть растянуты или укорочены по времени, исходя из скорости учеников. То есть очевидно, что у нас достаточно универсальная программа, и тема этого года — космос. Я немножечко забегаю вперед. И многие дети, например, из старших групп, они могут идти сильно быстрее с опережением графика и так далее. Поэтому наша программа абсолютно без проблем масштабируется. Как я уже сказал, сценарий этого года посвящен космосу, колонизации планет, космическим кораблям. И дети решают проблемы от простых сложных, такие как создание модели космического корабля на одном из первых занятий, то есть абсолютно примитивное, вот они строят ракету, или проектирование поворотного механизма солнечной панели для снабжения космической колонией электричеством. Это один из наших итоговых проектов. Каждое занятие решает определенную техническую задачу. Проблематика кейса выстраивается, опираясь на нашем технологическом подходе. Мы выстраиваемся следующим образом. Сначала мы выявляем потребность, затем цель, занимаемся изучением вопроса, после чего дизайн-анализ, инженерная деятельность, конструирование, тестирование и исправление. И, в принципе, этим можно заниматься по кругу, одно за другим. Немножечко хотелось бы уделить внимание нашему курсу 3D-графика и компьютерное моделирование. Это часть нашего курса инженерное творчество, с чего в основном дети и начинают. Курс построен таким образом, что от первого к последнему занятию ученики изучают меню программы Fusion 360, большую часть инструментов и возможностей программы, после чего подготавливают и отправляют на печать свои модели с использованием слайсера Кура. Для тех, кто не может посещать наши занятия в рамках школы, или просто не является учеником еврейских школ, или ему неудобно расписание, расположение и так далее, может быть множество факторов, мы разработали целый цикл мастер-классов. Они проходят по большей степени в выходные дни, в воскресенье. Во время этих мастер-классов дети, люди просто ученики, поэтому могут быть и не совсем дети, в течение двух часов с нуля создают изделия, такие как сувениры, персонажи компьютерных игр, или еврейские тематические поделки, такие как, например, Дрейдл, Минора и прочее. Мастер-класс еврейской тематики очень популярны во время еврейских праздников, и мы часто их интегрируем в школьную программу. Например, нас посещают ребята из школы Ешива, это школа-прессинагогия для мальчиков, и ребят действительно, ну, не оторвать, они сами очень часто предлагают создавать что-то. То есть у нас в прошлом году были пробные занятия, они делали, мы начинали просто с простых заданий, да, ребята делали какие-то кнопки интерактивные, если мне не изменяет память, вот. И ребята все равно все время старались уходить, ну, такую еврейскую символику, вот. Но, в принципе, занятие такого плана популярно не только у детей из вот школ, таких как Ешива, да, но и более светские школы тоже с удовольствием занимаются созданием еврейской символики. Следующее наше направление, когда ребята заканчивают наш основной курс по 3D-графике и компьютерному моделированию, это программирование микроэлектроники. Подходя к концу курса по 3D-графике, у детей появляется вопрос, как бы добавить функционала своим изделиям, да, то есть они делают шикарные механические поделки, да, и очень часто хочется добавить там интерактивы каких-нибудь светящихся лампочек и тому подобного. Тут нам на помощь приходят микроконтроллеры. Мы остановились на микроконтроллерах Ардуино и Микробит. Почему мы остановились на них? Визуальная среда программирования MakeCode, которую использует Микробит, помогает в работе с младшими возрастными группами. Для старших же намного интереснее Ардуино за счет большого обилия портов, и они не загнаны в рамки визуального программирования, то есть они могут заниматься программированием на взрослых, на настоящих, скажем так, языках программирования. Решение кейсов в курсе в программе программирования микроэлектроники также занимает от одного до трех занятий длительностью 60 минут. Что мы имеем на выходе? Завершая кейс, после завершения кейса дети забирают с собой все свои изделия, большую часть микроконтроллеров, а также коды, программ и 3D-модель. Поэтому достаточно сложно показывать гостям, просто туристам на дне открытых дверей, результаты детских работ. Мы, конечно, нашли решение во время печати проектов, если, например, дети делают что-то на 3D-принтере, мы всегда просто делаем по парочке моделей в период, когда не очень большая загружена. Но все равно невозможно показать весь объем того, что дети делают, потому что приблизительно в разгар сезона у нас уходит около 4 килограмм пластика в месяц, учитывая, что какая-нибудь малюсенькая поделочка, например, вот типа такого функционального решения для 3D-принтера, весит, я думаю, что грамм 10. То есть мы печатаем очень много, наши принтеры работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Не всегда, нифига. То есть я не говорю о тех случаях, когда они ломаются, но когда работает все хорошо, когда мы все отстроили, они работают 24 на 7. Следующее наше направление – это сетевая академия ЦИСКО. Поскольку мы пытаемся вовлечь максимально широкую аудиторию, то для людей в возрасте от 14 до 35 лет, это средний возраст наших посетителей, мы запустили курс системных администраторов ЦИСКО. Понятное дело, что у нас посетители не только не ограничивают возрастом 35 лет, то есть в одной из последних групп у нас есть участники в возрасте 45 лет, но это скорее исключение. То есть средний возраст посетителей – это примерно 30 лет по большей степени, хотя у нас достаточно много учеников 16-18 лет. Данный курс подходит как для новичков, так и для специалистов, планирующих повысить свою квалификацию. Данный курс пользуется огромной популярностью, и на данный момент у нас действуют три полных группы, три полных группы в сетевой академии, и уже выстроена очередь желающих на новый набор, который мы, скорее всего, запустим после Нового года. Разумеется, по завершению курса студенты получают сертификаты ЦИСКО и сертификаты ОРД, и, как я говорил ранее, более подробно о ЦИСКО расскажет Илья сразу после моей речи. Вот. Немножечко о наших проблемах. Безусловно, наша деятельность не проходит без проблем. Квалификация преподавателей, интересные кейсы не всегда являются залогом заинтересованности детей. По этой причине мы постоянно ищем новые микроконтроллеры, станки, оборудование, на что, разумеется, уходит большая часть нашего бюджета. Стоит заметить, что не так давно мы приобрели, наконец-то, лазерный резак. Он занимает, честно признаться, большую часть нашего технического помещения. Но мы уже придумали достаточно большое количество активностей. И, как вы могли видеть в соседнем кабинете, я вам показывал взлетную... Ну, наше будущее устройство, которое будет позволять нашей ракете взлетать. И большая часть этого устройства уже сделана на лазерном станке. Но это не то, чем мы ограничиваемся. То есть, как я говорил, и мебель – это тоже абсолютно не проблема для нас теперь. Ну, хочется сказать, что мы стараемся, чтобы все всегда было круто. Мы пытаемся добиться вау-эффекта. И, разумеется, чтобы дети посещали нас исключительно по своей воле и по своему желанию. Мы стараемся сделать наш мейкер-спейс не просто классом, но и создать комьюнити за пределами школьных стен. Стоит заметить, что благодаря нашим знакомствам, полученным на последнем хаттеровском семинаре в Лондоне, где нам с Ильей удалось выступить, нам удалось очень сильно преобразить нашу программу, добавить много крутых кейсов, потому что обмен с коллегами из других стран – это незаменимый опыт. И не использовать бы его было огромной ошибкой, огромной глупостью. Поэтому мы находимся с ребятами, с преподавателями из школ ОРД, из других стран в тесном контакте, и постоянно обмениваемся идеями, наработками. То есть, абсолютно талантливые ребята и из Аргентины с удовольствием делятся своими работами, своими работами из Бразилии, из Мексики, из Африки, из Сингапура. То есть, география наших коллег, она огромная, невероятная. Я думаю, что я, если начну перечислять, все равно всех не вспомню, но эти ребята очень сильно помогают нашей работе, потому что у них фаблабы существуют достаточно давно, и у них большой опыт, большие наработки, которыми как они с удовольствием делятся, так и мы здесь с удовольствием делимся с ними. Хотелось бы сказать спасибо вам за внимание и передать слово, я думаю, что Илье. Меня слышно, коллеги? Да, все в порядке. Отлично. Меня зовут Илья Аспивак, я, как уже Аня сказала, работаю в московской школе ОРД, а также в московском офисе ОРД, в гимназии 540, ну или школа теперь правильно говорит, 540. Значит, на что бы хотел обратить внимание я со своей стороны, и то, что, мне кажется, немножко Веня упустил, это он не рассказал все-таки, что такое мейкерство в том или ином виде, и, как говорится, откуда все это происходит. Ну, как бы мне хочется сказать, что вот само явление мейкерства, оно уже давно существует, и все мы проходили, и даже наши родители проходили через понимание вообще мейкерства. То есть это не что-то новое, это некий, на мой взгляд, такое новое слово, принесенное маркетингом для того, чтобы описать то состояние и объединение людей, которые участвуют во всем процессе. раньше, мне кажется, понятие STEM, это и было часть того, что сейчас называется тоже мейкерством. То есть все наши родители, мне кажется, мы сами, кто постарше, ходили в различные там засегдатые кружки юного радиотехника, там, сделай сам, какие-то журналы покупали, и мы что-то создавали своими руками. То есть вот мейкеры – это люди, которые что-то творят и создают. И в этой среде вот на сегодняшний день все образование в мире начинает потихоньку меняться, переходя вот на новые рельсы. То есть нет ничего лучше для запоминания ребенка и даже взрослого человека, чем что-то создать своими руками. Потому что пока он что-то создает, он это лучше запоминает. Он это как бы проживает, через себя это все переводит и очень четко все это ощущает. Поэтому мейкеры – это люди, которые создают. Любой человек, вот как бы кто вообще мейкером может стать? Какой-то там помешанный человек на создание чего-то? Нет, абсолютно любой. Потому что вот мне кажется, если любого человека взять, посадить в какую-то комнату, оставить перед ним какие-то инструменты и ресурсы, он начнет что-то создавать. Да, и если человек хорошо рисует, он будет что-то рисовать. Если у человека там техническая направленность, он будет что-то пытаться сделать из этих вещей, какое-то изделие. Да, вообще человек любит создавать по своей натуре. Он любит очень сильно создавать. Каким способом человек что-либо создает, каждый решает сам. Кто-то любит создавать сам по себе. И поэтому появился такой термин, как do it yourself, да, сделай это самостоятельно. Кто-то любит создавать и участвовать в создании вещей в команде. Тогда появляется термин под названием do it with others, да, D-I-V-W-O, сделай с другими. Каждый сам решает, в какую группу он хочет войти. На сегодняшний день огромное количество существует онлайн-источников и вполне доступных материалов, куча мастер-классов, творческих кружков, лабораторий, где можно изготовить всю необходимую вещь или изделие, которые хочет создать человек. И тут задача как раз-таки, на мой взгляд, школы – дать эту возможность нашим детям, дать им возможность создавать эти вещи, а креативить и творить. При этом не всегда нужно тратить на это огромные какие-то ресурсы, да. Что им нужно сделать? Им надо дать место, где они смогут это создавать, где их, в принципе, не будут гонять, не будут шугать, и они смогут творить, как бы вот создать свое собственное комьюнити и что-то делать, где им не будут даже мешать, мешать собственные сверстники, не будут мешать иногда педагоги, которые, главное, чтобы в школе была тишина и так далее. Вот у них свое пространство появляется, где они могут создавать вещи. А в какой-то момент и вот объединение таких детей и групп им обязательно потребуется наставник. И у школы должен быть человек, который будет идейно заряжен. Причем это должен быть не один человек, а может быть разные люди, потому что мы не знаем, в какую сторону та или иная группа хочет творить. Ребята хотят заниматься активной биологией, ну и пусть они творят в сфере биологии что-то новое, создают новые изделия. Но самое главное, дать им пространство и дать им некий набор инструментов, которыми они могли пользоваться. На первый взгляд, все может показаться, что это не что иное, как обычная игрушка, баловство. Но мы все знаем, что пока мы росли в сегодняшнем состоянии, особенно в ранней стадии, мы все как подростки все изучали исключительно через игру, да. Поэтому в школах на сегодняшний день, чтобы легче детям дать основы инженерии, приобщиться к этому, мы даем там лего-конструирование, мы там даем на занятиях основы всего этого, там би-боты. Далее они переходят к 3D-моделированию, чтобы создавать и рисовать те изделия, которые бы они хотели видеть именно в 3D-модели, в различных редакторах. Чем серьезнее редактор, тем больше там учитывается физика и структура материала. Да, то есть люди начинают креативить наши студенты и создавать нужные вещи. Вообще в движении DIY, то есть do it yourself, есть некие такие, на мой взгляд, основные идеи движения. Это первое, это открытость над закрытым пространством, то есть проприетарным. То есть мы по-настоящему владеем лишь тем, чем сами готовы поделиться с другими. Это преимущество совместного или коллаборативного над конкурентным, это когда современная практика показывает, что открытые проекты на сегодняшний день лучше показывают себя по сравнению с традиционными компаниями. и главенство персонального над институциональным. То есть основа движущей силы – это непосредственно люди, а не платформа или какая-то организация. Что, например, сделали в школе 1540? Мы в первую очередь детям дали возможность получить пространство, в котором они будут разрабатывать. Сейчас я попробую вам включить демонстрацию свою. Я надеюсь, все вы видите слайды. То есть у детей появилось некое пространство, в котором они стали творить. Ну, первое, что они там стали делать, это небольшие такие проекты по интернету вещам, там, система поливы, там, для цветочков, таймер отсчета обратного времени, сколько осталось до последнего звонка выпускного или начала учебного года. А также они там занимались у нас подготовкой к различным соревнованиям по роботрафику и так далее. Но в дальнейшем, когда ребята показали, что они могут очень хорошо создавать, то есть организовывать вещи, мы им отдали пространство под названием школа. Целиком отдаем здание. И тут ребята начинают разворачиваться. То есть они делают сети-ферму, причем они ее делают на всю стену, в коридоре и непосредственно в аудитории, потому что к ним в качестве наставника приобщается преподаватель по биологии. То есть он им помогает. И сам преподаватель тоже активно принимает в этом участие. Он не только ребятам направляет, он полностью видоизменил класс. То есть аудиторию перед классом и внутри класса превратили в огромную мейкерскую площадку, где ребята своими силами полностью, видите, монтируют вертикальную ферму. У них здесь и агропоника, и гидропоника. Они сами паяют и делают всю необходимую электроначинку, пишут сами программы. Преподаватель преобразовал класс полностью, как вы можете видеть на слайдах. Он сам своими силами за летние каникулы разрисовал стены, покрасил их, полностью все это сделал. Далее стали проводиться именно занятия с электронными микроскопами, микроконтроллерами для детей, которые все больше и больше привлекались здесь. И вот на слайде видно, как у нас присутствуют аж 18 групп детей одновременно. И они пришли вместе с родителями, потому что родители стали тоже интересоваться, что же так сильно вовлекает детей, что они так активно начали изучать этот предмет. И там пришли бабушки, дедушки и просят постоянно делать различные такие мероприятия для них и дать им возможность самим еще дополнительно что-то изучать. Ребята постарше, которые прошли у меня курсы ЦИСК, о которых мы тоже поговорим, вот те знания, которые они накопили, они решили реализовать в своем проекте умного освещения. То есть они в прямом смысле именно все школьное пространство, все этажи, коридоры и аудитории стали постепенно превращать в свою такую большую лабораторию. То есть они стали потихонечку, они пришли с идеей непосредственно к администрации школы о том, что у них есть большое желание сделать умное освещение в каждом классе. Когда в зависимости от расстояния от окна будет меняться интенсивность света от ламп, все лампы обычные, люминесцентные, дети предложили поменять на светодиодные. Рядом поставить датчики в зависимости от освещенности светового потока с улицы, датчик будет регулировать, где сколько яркости светодиодного надо подать, и сами напишут приложение для управления этим светом. На что, в принципе, когда их проект мы рассмотрели, было дано добро, тут еще, как говорится, непосредственно заместитель директора активно подключился и стал проявлять наставническую работу. И ребята полностью сделали всю школу с умным светом. В этом году мы надеемся, что будет продолжение. Ребята закончили, те, которые занимались этим проектом, они закончили школу, но они из школы как таковые не ушли. Да, они поступили все в институты, но они вернулись сейчас в школу, и после института они приезжают в школу и хотят продолжать проект. И параллельно с этим они организуют свои, как говорится, свои микрокружки для занятий с детьми, которым интересно это направление, чтобы и передать им знания, и продолжить вот этот огромный эксперимент. А фактически для них это не просто эксперимент, это наработка того кейса, с которым они уже могут выходить на рынок. Потому что в ходе работы ребята сами выбирали и общались с поставщиком деталей, с производителем датчиков, разбирались во всех этих характеристиках, во всех параметрах. То есть они проделали именно огромную работу, как любая компания, которая бы это делала извне, как бы разрабатывала все это дело. Дальше здесь подключились производители, например, здесь используется система управления освещением по протоколу Дали, и непосредственно компания, которая продает эти датчики, они запустили своих программистов, и совместно с ребятами писалась программа для того, чтобы можно было через любой смартфон, с любого стационарного компьютера, подключенного к школьной сети, там по Wi-Fi, по проводу, неважно как, управлять освещением в нужном кабинете, чтобы это мог делать учитель, либо администратор в разных кабинетах и так далее. И производитель получил такую огромную обратную связь от ребят, такие требования по УТЗ для написания программы, что они выходят на нас сейчас и просят, как говорится, продолжать работу, потому что они видят в этом огромный потенциал для себя, для рынка, а ребята уже выступают в роли экспертов. И в этом году ребята хотят продолжить, переходить уже не просто на обычные светодиодные светильники, а переходить на биодинамический проект, то есть биодинамическое освещение, когда у нас искусственный источник света, который воспроизводит динамически изменение дневного света, и солнечного света через систему управления освещением. То есть в зависимости от времени суток разная световая гамма, поступающая в глаза человека, по-разному влияет на его внутреннее состояние. Поэтому там и плюс учитываются показания по освещенности датчиков, которые есть. То есть такие очень серьезные проекты ребята стали делать. Параллельно в прошлом году другая команда ребят, они сделали тактильную карту метро для слепых, да, то есть на сегодняшний день огромная проблема, что слепые люди самостоятельно передвигаться в метро не могут. И при этом они не хотят пользоваться помощью специальных служб, которые бы их водили за ручку, они хотят быть равноправными людьми. Вот ребята разработали, то есть они тоже сделали огромный проект, они пообщались с такими людьми. И видите, в лаборатории с помощью точно так же станков, которые у нас присутствуют, они сделали вот из фанеры первый действующий макет и презентовали его на выставке. После чего московский метрополитен очень серьезно заинтересовался проектом, и ребята, если его сейчас доведут, то метрополитен готов его взять в промышленную реализацию. И вот в начале этого учебного года наши ребята другого потока, десятиклассники текущие, они представили свои изобретения в виде ракеты с механической стабилизацией хода и движения. То есть точно так же, все это вот рождается непосредственно на той площадке мейкер-плейса, которую мы им предоставили в школе. Они чувствуют там себя как дома. И особо вот каких-то супер потребностей нет. Вот вы можете видеть, из чего у них сделана ракета, да? Это пластиковые детали, часть вещей они печатают на 3D-принтере непосредственно точно так же в школе, да? То есть они во Fusion рисуют свои детали, как уже мой коллега сказал, что все это рендерится, а дальше на 3D-принтере все это печатают и делают, они экспериментируют, они создают, они высчитывают, они изучают очень много литературы. И на мой взгляд, это вот то движение, которое позволяет нам давать как можно больше знаний детям. Потому что классическое образование, которое использовалось до сегодняшнего дня, если вот смотреть, то технологии за этот период времени, ну, грубо говоря, за последние 20 лет, очень сильно шагнули вперед, очень сильно изменились, изменились все сферы нашей жизнедеятельности, а образование, оно оставалось классическим, оно не менялось. Вот как преподавали 50 лет назад, так и преподают 100 лет назад, все то же самое. И вот сейчас вслед за технологией начинает меняться подход к образованию, и вот Maker Place, это та среда, на мой взгляд, которая позволяет ускорить процесс обучения и повысить его качество и даст возможность нашим детям быть более конкурентными на рынке. Ну, как бы, вот основная идея, которую я хотел донести, поделиться, наверное, коллеги, я постарался вам дать. И теперь немножко хотел рассказать непосредственно про Академию ЦИСКО, которая, ну, как бы, тоже позволяет нам готовить ребят непосредственно к завтрашнему дню. Значит, по Академии ЦИСКО, как вы понимаете, ЦИСКО это очень крупная компания, работающая в IT-области, и в свое время она создавалась для того, чтобы научить людей работать с их оборудованием. Но на сегодняшний день это уже не требуется. После общения, например, с ЦИСКО, они нам рассказали даже пирамиду свою, которую они используют для приема на работу. Вот на первом месте у них стоит языковая составляющая, то есть претендент на работу должен знать очень хорошо и на английский язык, в частности. А дальше идет это умение работать в команде. И после этого идет знание материала. Вот они делали большой упор на умение работать в команде и создавать что-то новое. А это есть не что иное, как мейкерство на сегодняшний день. Вот при мейкерстве это все учится. Ребята работают в командах, и они, как говорится, уже имеют со школьной скамьи этот опыт. В курсах же у ЦИСКО есть, вот здесь на слайде представлена такая табличка для школьников и вузов начальной стадии, курсы, которые ЦИСКО рекомендует изучать. И самое распространенное это введение в основы сетевого администрирования и кибербезопасность, а также так называемый раздел интернет-вещей, операционной системы и IoT. Значит, интернет-вещей это, по сути, все то, что позволяет нам любую вещь соединить в сеть. Вот любая вещь, которая соединяется с сетью и работает за взаимодействием с сетей, и мы можем управлять ей по сети или давать ей какие-то команды, это вещь, входящая в так называемый интернет-вещей. И умные дома — это не что иное, как эта часть интернет-вещей. Все это реализуется на базе различных плат, ну, в частности, там, микробита, ардуино и тому подобное. Вот у Cisco есть курсы, которые плавно готовят детей к тому, чтобы с этим работать, а самое главное, у Cisco есть такая небольшая программка под названием Cisco Poker Tracing. Это эмулятор. Cisco его создавал для того, чтобы люди, которые не могут иметь нужного количества реального оборудования под рукой, они могут в этой виртуальной среде взять это оборудование, они могут настроить это оборудование, и потом просто скопировать получившийся код в реальное железо, и все это будет работать. И, в частности, точно так же они реализовали на базе этой же программки элементы, которые чаще всего мы можем программировать. И вот на Poker Tracer мы можем выбрать лампу, там, вот, вентилятор, кофемашину, взять микросхему Arduino или Raspberry Pi здесь нарисовано, пару выключателей, подключить все это дело к роутеру, к сети, написать программу, которую мы хотим, чтобы это, как это должно между собой взаимодействовать, то есть создать некую такую модель умного дома полноценного и посмотреть, как это все будет жить. Это позволяет детям, во-первых, лучше понять, как это взаимодействует друг с другом, во-вторых, не бояться что-то соединять и создавать новое. И самое главное, для этого не надо даже для того, чтобы начать, брать реальное оборудование, которое стоит иногда даже больших денег, а попробовать вот так вот в виртуальной среде. Причем код, который вы здесь напишите, он, если его залить на реальное оборудование, он будет работать. Да, программа эта абсолютно бесплатная. Единственное, надо только быть членом Академии, а для этого достаточно записаться на любой курс, который бесплатно огромное количество. да, или просто в какой-то Академии состоять. Вот, коллеги, поэтому ресурсов для того, чтобы обучить людей на сегодняшний день, вот создать мейкер-плейсы, не надо огромного количества. Надо просто дать детям возможность понять, что они творцы, а творец есть в каждом. Просто его надо пробудить немножко, дать толчок и дать пространство, где они могут этим заниматься. На этом как бы у меня все. Если есть какие-то вопросы ко мне, пожалуйста, задавайте.